Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны К тому же быстрое развитие средств поражения Очень скоро сделает боевую работу и торпедных катеров, и подводных лодок невозможной Вначале победила первая точка зрения Стали строиться небольшие субмарины, торпедные катера и глиссеры Управление пограничной охраны НКВД и военно-морское ведомство Приступили к совместной разработке малого катера, который мог одновременно охранять морские границы И охотиться за вражескими подводными лодками Но в конце 30-х годов в Советском Союзе точка зрения на будущую морскую войну радикально изменилась Боевые возможности малых судов признали ничтожными Идеи москитного флота были сданы в архив Теперь советские флотоводцы хотели иметь нормальный большой флот Это означало, что линия обороны советских берегов должна быть отодвинута как можно дальше Вестись активно и наступательно По этой причине ввод в строй малых боевых кораблей, в том числе охотников за подводными лодками, затормозился Только с началом Второй мировой войны, в 1939 году, темпы строительства пограничных катеров и малых охотников возросли Это произошло в немалой степени благодаря их дешевизне Стоимость катера типа МО-4 была в 36 раз ниже стоимости эсминца С первого же дня Великой Отечественной войны основная боевая нагрузка легла на легкие силы флота Эскадренные миноносцы, тральщики, катера Они занимались буквально всем Борьбой с кораблями и подводными лодками противника Охраной морских конвоев Доставкой подкреплений и боеприпасов Высадкой десантов и диверсионных групп Боевые действия крупных кораблей Линкоров и крейсеров рабочих местьянского Красного флота Носили ограниченный эпизодический характер И сводились в основном к артиллерийской поддержке обороняющихся на приморских направлениях сухопутных войск Основные усилия Крикс-марины военно-морского флота Германии Были сосредоточены на Балтике Поскольку в Черном море к 1941 году немцы своих боевых кораблей не имели К началу Великой Отечественной войны мы имели в составе Балтийского флота 44 морских охотника за подводными лодками Мы видим активные действия с самого начала Великой Отечественной войны Активные действия больших и малых охотников И при обороне полуострова Ханку Нередко на море разворачивались настоящие сражения между кораблями легкого класса Немецкий адмирал Фридрих Руге позднее так писал по этому поводу Малая война в Финском заливе вызывала длительное напряжение сил Обладая уникальными мореходными качествами В штормовую погоду, когда корабли большого водоизмещения вынуждены были укрываться в бухтах Малые охотники продолжали нести дозорную службу Они успешно выполняли и свою главную боевую задачу Уничтожение подводных лодок противника Для обнаружения субмарин на охотнике имелась шумопеленгаторная или гидролокационная станция А для уничтожения лодок 24 глубинные бомбы Атака обнаруженной лодки завершалась прицельным бомбометанием При групповых атаках производилось серийное бомбометание для увеличения площади и вероятности поражения В итоге за годы войны только на Балтике мошки потопили 15 немецких субмарин С 30 июля подводная лодка У-250, которую командовал Вернер Шмидт в Выборгском заливе Была обнаружена нашим морским охотником, малым охотником МО-105 Обнаружил подводную лодку и атаковал ее большими глубинными бомбами 135 килограмм взрывчатого вещества Лодка на мелководье уйти от атаки не могла Первая атака не дала серьезного результата Вторая привела к тому, что лодка рухнула на дно Уже в первый период войны выявилась потребность усилить деревянный корпус МО-4 Катера стали частично бронировать В результате повысилась живучесть этих кораблей Снизились потери личного состава от вражеского огня Было немало случаев, когда малым охотникам отрывало миной, авиабомбой или даже торпедой Четыре носовых отсека по самую рубку Они не только оставались на плаву, но и приходили на базу своим ходом Мошки вписали немало славных страниц в морскую боевую летопись Командующий Балтийским флотом адмирал Трибус писал в своих мемуарах Морские охотники в Великой Отечественной войне стали лидерами Малой морской войны Малой, но протекавшей с ожесточением и большой кровью Со второй половины Великой Отечественной войны Германские субмарины стали стрелять по советским противолодочным катерам торпедами Никогда до этого и после этого в истории войн на море Торпедное оружие, предназначенное для уничтожения линкоров, крейсеров, эсминцев и крупных транспортов Не применялось против москитного флота Именно в Мошках немецкие подводники видели своего самого грозного противника Для борьбы с вражескими подводными лодками был создан еще один класс кораблей Большие морские охотники Они несли дозорную и охранную службу возле военно-морских баз И на путях развертывания сил флота Разработка больших охотников началась перед самым началом войны Первые два корабля этого класса были построены в июле 1941 года Их основной задачей было несение дозорной охранной службы В ближней зоне советских военно-морских баз И на путях развертывания сил флота И действия по вызову вне районов базирования Эти суда имели большее водоизмещение А соответственно и больше радиус действия, чем их малое собрать Поэтому они активно привлекались к проведению десантных операций И сопровождению союзных морских конвоев Самыми массовыми сериями строились большие охотники за подводными лодками На основе базового проекта 122 Б.О. Большой охотник за подводными лодками Проект 122 Водоизмещение 275 тонн Длина 48,5 метров Ширина 5,5 метров Осадка 2 метра Скорость 24 узла Дальность плавания 2500 миль Силовая установка 3 дизельных двигателя Общей мощностью 3300 лошадиных сил Экипаж 49 человек Корпус большого охотника целиком сваривался из стали Надстройки выполнялись из алюминиевых сплавов Такая конструктивная схема стала классической Для многих послевоенных поколений боевых катеров и кораблей Большой охотник был вооружен 76-мм скорострельной автоматической пулой Тремя крупнокалиберными зенитными пулеметами ДШК Он оснащался гидроакустической станцией И нес на борту 56 глубинных бомб различной мощности Проект 122 опередил свое время как минимум на 10 лет И опыт Второй мировой войны показал Что именно в таких кораблях остро нуждается флот Большой охотник позднее выпускался в нескольких модификациях Проект 122А Проект 122БИС Изменение конструкции касалось главным образом вооружения Вместо 76-мм орудия было установлено 85-мм Дополнительно устанавливались два зенитных автомата калибром 37 мм Гидроакустические станции заменялись на более совершенные образцы Корабль оснащался радиолокационными станциями общего обнаружения Разработка проекта 122 положила начало созданию специализированного класса крупных противолодочных кораблей Всего с 1939 по 1955 годы было построено и сдано флоту около 300 больших охотников за подводными лодками Различных модификаций Из них 15 во время Великой Отечественной войны Благодаря своим универсальным возможностям В послевоенные годы корабли этого проекта пользовались спросом за рубежом Большие охотники стали первыми боевыми кораблями Которые по советской лицензии начали строиться в Китайской Народной Республике Они поставлялись также в Албанию, Болгарию, Румынию, Польшу, Индонезию, Египет, на Кубу Продолжение следует...